Приветствую вас. В вашем вопросе присутствуют два момента. Первый это желание отличить, как вы и сказали, мужской флирт от любезности. И второй момент это то, что по факту вы боитесь попасть в глупую ситуацию для себя. Значит, чем отличается любезность, простая любезность от шлиста? Ну, во-первых, простая любезность неглубока, эпизодична, несистемна. И не имеет в качестве своего акцента человека. То есть это желание помочь, это желание сделать какое-то одолжение вам и так далее. Тогда как флирт предполагает внимание именно к вашей персоне. Лично. Нашей персон. И он системен, он более интимен, он постоянен. Вот. И соответственно, он более, скажем так, учитывает ваши индивидуальные черты. Любезность можно оказать любому человеку, а вот флирт все-таки более индивидуальным. И вот этот момент отличает флирт от любезности. Дальше. Почему вы боитесь добавить глупое положение? Потому что... Потому что... Вы боитесь от сынки. Вы боитесь... Эм... Студа. Вы боитесь... Позора. То есть, по сути, вы чего-то обожаетесь. И отсюда боитесь, когда вы в глупом положении. Вот. Вопрос, который я хочу вам задать, заключается в том, почему я боюсь оказаться в глупом положении. Важный момент. Все меня это... Пугают. Да? Очень... Важный момент. Все меня пугают то, что я могу оказаться в глупом положении для себя. Мне кажется, что разобраться с этим было бы весьма и весьма полезно. Вот. Что вы все-таки не боялись. Вы все-таки не боялись. Эм... Оголодаться в глупом положении. Потому что... По большому счету... Эм... Любой человек... Который... Эм... Так... Сказать... Наход... Находится... Эм... Ну, в отношении. Эм... С кем-то... Вот. Всегда создает глупое положение для человека. Просто потому, что это искренние чувства, это незамутненные чувства, это определенная эмоциональность. Это всегда то, что мозгом, интеллектом оценивается как очень сильно глупо. Глупо, стыдно и прочее. Поэтому я думаю, что либо вы совсем в отношении не выступаете, если боитесь. Оголодаться... Показаться глупой. Либо забудьте о том, что такое глупость, либо просто следуйте своим импульсам. И у вас обязательно получится то, чего вы достойны. А именно, получится выстроить. Все отношения, такие отношения, каких вы, безусловно, достойны. Но, только при условии, если будете вести себя аутентично, незамутненно. Вот. Не переживая о том, как это выглядит со стороны. Потому что, например, те же мужчины, допустим, делают примерно так же. То есть, не боятся. Сказаться глупыми. Глупыми. Совершая какие-то действия по отношению к женщине. Если бы боялись, то, наверное, и отношения не выстраивались бы никем. Ну, они не выстраиваются некоторыми людьми, которые... Это печально, но это можно корректировать. Собственно, для этого и есть психологи, которые помогают эти моменты разрешить. Поэтому, если у вас есть проблемы с построением отношений с мужчинами, или с пониманием мужчины, а также с пониманием себя, как женщины, или со страхом близости, выбирайте себе у себя психолога и начинайте работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в комментариях. В качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.